Слава Богу! Я дал так название этой теме «Будь добрым служителем». Можно сказать «Будь успешным служителем», «Будь хорошим служителем». Потому что слово «добро» добрым, оно выделяет. И мы подойдем к основной мысли этой проповеди. Это будет такое мини-учение. Проповедь, мини-учение. Но перед этим заложим такой плацдарм для наступления. И плацдарм, естественно, это основание, это слово Божье. Рано или поздно у каждого в жизни возникает вопрос, какой видит свою церковь? «Какое Бог дал мне служение». Есть то служение, которое Бог доверил каждому. Каждому. Каждый имеет служение. Каждый, кто призван Христом в его царство, Бог на каждого возложил служение. И я думаю, что это и мой труд сегодня убедить каждого, кто имеет отношение к этой церкви, что наше служение, оно не заканчивается тогда, когда мы выходим за стены этой церкви. Почему-то я пробежал по всему Новому Завету, деяния, Евангелие, жизнь Иисуса описана, деяния. Я увидел большинство чудес, большинство слова, которое принес Иисус на землю, оно было вне стен церкви. Любую историю, когда можно посмотреть на жизнь Иисуса, Иисус не ограничивался стенами какого-то здания, места. Да, были события, которые описаны, происходили в каком-то помещении, даже в храме происходило какие-то. Но в основном все происходило. Где-то на улице, где-то по дороге, где-то на природе, еще где-то на какой-то горе, история среди бушующего моря, тоже там все происходило. И Бог везде действовал. И вот, на мой взгляд, очень важно сегодня нам, как в церкви, осознать и войти в это. Войти в это понимание, что мы служителя Нового Завета. Мы вошли уже, Бог на нас одел эту мантию служителей, и не только здесь, в этом помещении. Девять часов или полдесяток, вдруг закончилось, все покупались так хорошо, так чудесно, разошлись, и все, на этом все закончилось. И потом вспоминаем, раз, ну, день субботний, о, надо идти в церковь, надо служить, опять встряхиваем мантию, одеваем духовную мантию, и идем мы теперь служителя. Нет, наше служение, наше служение, оно везде, где бы мы ни находились, дома, на работе, в транспорте. Вот почему есть некоторые вещи, которые описаны в деталях, в Новом Завете, описаны в деталях, где что происходило, как происходило. И когда ты начинаешь замечать, ты смотришь, раз, одно чудо, оно по дороге, раз, какие-то чудеса еще там, раз, какая-то встреча, в деяниях, евнух едет на сослужение, сослужение, едет, читает Исаию, Исаию, к нему Филипп присоединился. Ты понимаешь? Нет, не понимаю. Он начинает ему объяснять. Говорит, что теперь делать? Веровать и креститься. А что нам мешает? Вот вода, зашли, покрестились. Жизнь. Я понимаю, что Бог вот сегодня, Он натирает церковь свою, натирает своим помазанием, это помазание, оно начинает приносить понимание, что церковь, она должна вынести свое служение за стены самой церкви. Это хорошо, что мы здесь прославляем, хорошо, что мы здесь разбираем Слово Божие, хорошо, что мы молимся здесь друг за друга, хорошо, что мы кого-то приводим к покаянию. Это чудесно, это не изменится. Но послушайте, это та форма служения, которую каждый должен нести там, где он находится. Там же молиться у себя дома, там же прославлять у себя дома Бога на улице, и Бог будет приводить людей и на улице, и на работе, и везде. И очень важно, знаете, как ловить вовремя, ловить вовремя, что это не цель. Ага, тебе надо, тебе надо в церковь, тебе, тебе надо в церковь. Есть люди, которые, может, никогда не попадут в церковь, но то, что с ними произойдет, они попадут на небеса по вашей молитве. По вашим словам, они попадут на небеса. Это произойдет. Я понимаю, что, может, как пастырю всегда хочется, чтобы все и всех видеть, все были на месте, и всех видеть. Слава Богу, фу, сердце спокойно. Потому что, когда кого-то нету, ага, где, что случилось, почему? Может, заболел, может, еще какая-то ситуация. И хочется. И слава Богу, когда мы почитаем Дом Божий и место, и мы приходим в этот дом, но мы должны помнить, что служение наше, оно не заканчивается в доме, оно выносится за этот дом. Мы служим там. И больше мы служим там, чем даже здесь, чем даже здесь, на этом месте. Мы служим там. Помнить, помнить. Прикоснить своему соседу. Помнить. Помнить. Будь добрым служителем. Первое место – Писание. Итак, есть еще одна форма служения, которую Бог для нас определил. И вот это то, в чем в этом служении задействованы все. Если есть служение, а не ограниченное каким-то, может, даром или какой-то способностью, есть, то это служение, оно предназначено для всех. Не имеет разницы, какой возраст, может, даже не имеет разницы, какое произношение, как ставишь окончание, может, косноязычный, может, еще шепелявый, или еще картавый. Послушайте, у всех у нас есть служение. И это служение выражается в том, когда мы несем, приносим общение. Все. Смотреть на Библию, нету ограничения в возрасте, нету ограничения в поле. Смотреть на послание Тимофея, и мы сегодня будем его касаться. Говорит, старицы, женщины в возрасте, наставляйте молодых, говорите, те, 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 имейте общение, имейте общение. Общение – это то, можно сравнить его с переливанием. То, что Бог для нас определил, это то, что каждый из нас должен переливаться. Мы должны переливаться. Поэтому даже форма служения, богослужения, она построена таким образом, что мы приходим, мы учимся, мы переливаемся, мы служим друг другу, мы при общении, то, что происходит, мы переливаемся. Мы переливаемся. Бог единственное то, что определил, что это должно быть правильное переливание. И вот одно из мест Писания. Евреям 13 глава, 16 стих. «Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу». Апостол Павел обращается к евреям, он обращается к евреям на понятном для них языке. Потому что, допустим, для нас слово «жертва» это приобретенное, это новое слово, которое со временем вошло уже в наш абигот. И мы говорим, давайте принесем жертву хвалы. И все понимают, слава Богу, мы знаем, о чем мы говорим. Но здесь апостол Павел употребляет такой оборот, говорит, общительность, ибо таковы жертвы, благоугодные Богу. Общительность это жертва какая? Благоугодная Богу. И, допустим, когда говорили людям, которые имели понимание в отношении жертвы, им говорили «жертва». Какое у вас вызывает ассоциацию слова «жертва»? Сбор пожертвований, да? Опять сбор пожертвований. Жертву. У каждого по-разному. Но, допустим, когда здесь звучит слово «жертва» людям, которых вся история была связана с жертвоприношением. И здесь, естественно, появляется такое понимание «чистая и нечистая жертва». Даже общение, даже общение, когда здесь связь идет «жертва», «общение», понимаешь, что есть правильное общение, есть неправильное общение. И вот здесь, когда Павел, он говорит о том, что наша жертва это общительность, это жертва, мало того, которая угодная Богу. Собрались две тетки, покалякали, помалякали, разошли, сказали, «О, мы сегодня Богу угодили». Почему? Потому что мы принесли такую жертву, и нам от этого хорошо. Послушайте, нет. Прежде всего, наша общительность, это жертва, это жертва, которая должна быть была принесена принесена правильно. Жертва, которая, прежде всего, общительность, которая будет угождать Богу. Обратите внимание, наше общение, оно угождает Богу. Поэтому Бог таким образом устроил, устроил свои принципы, и сегодня открывает для своей церкви, что когда мы общаемся, и в этом общении есть правильное содержание, это приятно для Бога. И от этого мы получаем благословение. От этого мы получаем благословение. Жертва, 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 жертва общительности. Следующее местописание, послание Иоанна, первое послание Иоанна. Ещё к жертве вернусь. Открываем первое послание, а вернёмся к жертве. Когда смотришь на Ветхий Завет, у Бога всё чётко было определено, какая должна быть жертва. Сколько там без порока, без ничего. И вот эта мысль, я просто продолжаю эту мысль, мысль о жертве, которая угодная Богу, это должно быть правильное общение. Это то, к чему церковь, она должна стремиться к правильному общению. Церковь. Даже когда мы выходим за стены этого собрания, то, к чему мы должны стремиться, мы должны стремиться к какому? К правильному общению. К правильному общению. Где? Дома. Везде. Где бы мы ни находились. Везде. Везде. На работе. И там сегодня я вниз спустился на детское служение. Чей-то сын поёт песни такие очень хорошие. мы дети света, мы несем свет. Слава Богу, очень хорошо. Запели за маму, чья-то дочка или внучка не выдержала, расплакала, знакомое слово услышала. И успокаивают. Они тоже там внизу имеют общение. У каждого по-разному каждая реакция происходит. Так, 1 Иоанн. Открыли уже, да? 1 глава, 7 стих. Если же ходим во свете, ой, послушайте, внимательно. Если же, некоторые говорят, мы постоянно ходим во свете. Но Иоанн говорит, если, если, допускает, если же ходим во свете, подобно как Он во свете. А я думаю, это то, к чему мы стремимся. Кто к этому стремится? Ходить во свете. Чтобы не просто если, если, а ходим, то имеем общение друг с другом. Это духовный закон. в который Бог заключил, вот заключил, заключил некоторые вещи, которые приходят в нашу жизнь. То имеем общение друг с другом. То есть, если я хожу во свете, то я имею общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть, есть какая-то взаимосвязь. Когда мы ходим во свете, когда мы имеем общение, то то, что происходит, кровь Иисуса, она очищает нас от всякого греха. Почему? Потому что во время этого общения приходит свет, который освещает нашу жизнь, который показывает нашу жизнь. И вопрос в том, что от нас требуется это исповедание того, чтобы кровь Иисуса, она очистила, она освободила, она освободила нас. Итак, служение, которое Бог определил для нас, это наше общение. Это наше общение, которое мы имеем. Вот почему есть необходимость в домашней группе, вот почему есть необходимость в церкви, и возникает, как должна выглядеть церковь. В церкви должно быть общение, должно происходить переливание. Информация, она должна приходить в нашу жизнь. Такой Бог видит свою церковь. Кто-то выбирает себе церковь для того, чтобы иметь минимум общения, поэтому какой-то период времени и в церковь пришли, и ритуалы, и обряды для того, чтобы заменить общение. Пришел, постоял, какой-то ритуал совершили над тобой, перекрестили, все, свободен. До свидания. Это на какое-то время может удовлетворять, но все равно Бог таким образом устроил, что человек, он все равно будет иметь тягу к этому общению, получать что-то для себя. Я вчера был на молитве и в мое сердце где-то, наверное, год назад Бог вложил такое, приходит жажда на эту землю, жажда слышать Слово Божие, слышать Слово Божие, жажда по Слову Божьему. Я вчера молился, говорю, Господи, когда уже, пусть это уже начнет происходить, пусть это уже страстное желание, оно наполняет сердца, чтобы слышать на самом деле Слово Божье. Слово Божье. Не какую-то замену, не какую-то подмену, а на самом деле Слово Божье. Слово Божье. Итак, это наше служение. Если мы выбираем другой путь, есть люди, которые выбирают для себя другой путь, вот почему Иоанн говорит, если, если, ходим во свете, если ты выбираешь для себя другой путь, отказывайся от того, чтобы иметь общение, переливаться. На что мы себя в этом случае обрекаем? Первое на увядание, второе на засыхание, третье на погибель. Вот почему люди, которые избегают общения в Доме Божьем, могут закрываться, как черепашки, раз спрятался, послушайте, я вас не трогаю, и вы меня не трогайте, мне плохо, я не хочу, закрывается. В период времени приходит то, что происходит, происходит засуха. Я думаю, что пусть в этих словах даже звучит как предостережение, не стоит закрываться, наоборот, открывайтесь, почему? Потому что Бог таким образом определил, даже когда внутри есть какой-то конфликт, есть какое-то несогласие, идите всегда на общение, идите к лидеру, приходите к пастырю, пусть всегда будет человек, с кем вы можете открыться, с кем вы можете разделить и боль, с кем вы можете и разделить и радость, но всегда будьте открыты к тому, чтобы общаться. Временами, когда есть какой-то вопрос, иди навстречу, ищи человека, которому ты можешь задать, а у меня этот есть вопрос, пусть приходит то переливание, которое Бог имеет. почему сегодня уже есть множество того, что Бог принес на эту землю, и кто-то этим обладает, кто-то обладает каким-то знанием. Проблема сегодня для церкви, для верующих людей, в том, что многие не хотят, не стремятся к тому, чтобы учиться. Не стремятся к тому, чтобы учиться, из-за этого то, что будет происходить, будет приходить проблема. Кажется, я уже достаточно всего имею. Но у Бога всегда есть то, что Бог имеет для нас на любое время. Аминь. Поэтому не консервируйтесь, не прячьтесь, не прячьтесь, а наоборот всегда имейте общение, всегда находите общение. Может какая-то церковь, есть сегодня люди, которые приткнулись на церкви, на служителях, послушайте, есть место, если вы встречаете таких людей, отмахиваться, послушай, нет, послушай, есть, молись, пусть Бог перейдет к тому источнику, к тому месту, где ты сможешь получать для себя. Если мы ходим во свете, мы имеем общение друг с другом. Даже это место, скажите, если ты на самом деле считаешь, что ты находишься во свете, а все остальные во тьме, послушай, ты должен иметь общение, к этому, стремись к месту, где ты будешь иметь общение. И все скажем дружно Аллилухия. Слава Господу. Первое послание Тимофею. Первое послание Тимофею. Мы на этом месте немножко зависим, для того, чтобы вникнуть в него, в это место. мне это место подчерканно, 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 подчерканно. И мое большое желание, чтобы оно и у вас тоже было подчерканно, и какие-то вопросы у вас возникали и стремились к пониманию. Первое послание Тимофея, 4 глава, 6 стиха. Сегодня некоторые принципы мы оттуда с этой лунки достанем, для того, чтобы применять их в своей жизни. Внушай это братьям, будешь добрым служителем. Кого? Иисуса Христа. Питай вам словом веры и добрым учением, которым ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящей и будущей. Итак, апостол Павел, он пишет послание Тимофею. И вот как раз эти слова, они начинаются после определенных предостережений. То, о чем апостол Павел говорит в первом стихе. Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. И он перечисляет, что там будет происходить. То есть показывает мрачную такую картину. почему? Потому что в то время точно так же происходило то, о чем Павел говорил. В последнее время еще что-то будет хуже и непонятно. То есть люди будут отступать от веры, внимая духом бесовским. Если бы на этом остановиться, сказать, нету вообще никакого будущего. Но то, что апостол Павел в 6 стихе говорит, внушай это братьям, будешь добрым служителем Иисуса Христа. Внушай. Был момент в моей жизни, когда я сидел и молился, Господи, что это такое внушай, дай мне какое-то понимание. Потому что когда я смотрел на это слово, я как-то, я понимал, что это форма общения. И внушай, это что-то такое, как заталкивать, когда ребенок не хочет кушать, а ты ему на кушай, на зампапу, на зам маму, такое слово где-то даже как агрессивное. Но на самом деле в этом слове никакой агрессии нет. Потому что смысл этого слова звучит так. Говори и поступай. Говори и поступай. Говори людям истину и поступай. Если ты будешь делать это для братьев, то то, что ты будешь добрым служителем Иисуса Христа. И вот вопрос здесь возникает. Все, кого бы я сегодня спросил, хотите ли вы быть добрым служителем Иисуса Христа? Если мы кому-то хотим угодить, то мы должны делать то, что он требует сегодня от нас. Внушая, говори, но питаемым слово веры и добрым учением. питаемым питаемым словом веры и добрым учением. И вот здесь показан принцип хорошего общения. Если я хочу быть добрым служителем, то для того, чтобы мне быть добрым служителем, мне надо хорошо питаться. И вот здесь апостол Павел берет такое слово, употребляет питаемым. Всем это понятно слово. Оно родное, оно близкое. Потому что каждое утро, когда мы просыпаемся, не все просыпаются с мыслью «Господи, благословляю Тебя». Но у всех мысль «А что я буду завтракать?» Потому что Бог так устроил, таким образом устроил, что для того, чтобы день не пошел на смарку, надо хорошо утром подкрепить. Для того, чтобы ты себя хорошо чувствовал, чтобы от нас, от вас, от нас, от меня вообще была какая-то польза. И вот точно так же здесь это слово, оно применимо для двух вещей. Если у кого-то есть ручка, черкайте, ставьте циферки. Питаем первым слово веры и второе добрым учением. Вот здесь очень важно провести разделение. Для того, чтобы у меня было что-то отдавать, мне необходимо хорошо что-то принять. Это закономерность. Но хорошо что-то хорошее. Здесь поэтому питаем словом веры. Что такое слово веры? это информация, это информация, которая приносит в нашу жизнь веру. Я это отношу к сфере откровения Божьего. Когда Бог нам открывает какую-то истину. И сегодня, знаете, как в жизни у каждого в духовном плане, как завал. И вот кто-то приходит, приносит какую-то информацию, и эта информация, то, что она делает, она забирает, как камень на пути. Кому-то в жизни пришло слово веры, пришло откровение, которое дало направление в его жизнь. И сегодня могу сказать, для Бога говорить в нашу жизнь нет проблем. Бог и сегодня открывает нам свою истину. И вопрос в том, чтобы эта истина, она становилась для нас пищей. Послание евреям, апостол Павел говорит, они слышали слово, но они не растворили его верой. Сегодня мы слышим слово, и моя реакция, я превращаю его для себя, чтобы это слово для меня стало источником силы. Или это просто как можно допустим вот такой пример приведу с водой, со стаканом воды. Но я наливаю в стакан воду, я имею при этом жажду, я в рот набрал воды и держу. Когда я в рот набрал воды, удовлетворил ли я в этом жажду? Нет. Если я буду смотреть на бутылку воды, удовлетворю ли я свою жажду? Нет. я удовлетворю свою жажду только тогда, когда я пролочу. Вот точно так же и слово Божие. Когда оно приходит в нашу жизнь, когда мы слышим откровение, которое звучит в нашу жизнь, Бог целитель, Бог, который имеет будущее, Бог защитит, Бог благословит. Вопрос в том, какая у меня будет реакция. Оставлю ли я это слово в своем разуме или дам этому слову опуститься в мое сердце и согласиться и начать верить и жить соответственно этого. Вот почему здесь апостол Павел употребляет такой оборот. Слово веры. То, что в мою жизнь принесло, приносит веру. Слово, которое приносит в мою жизнь веру, которое дает мне силы. И вот питаемым словом веры. Когда я питаюсь этим словом веры, послушайте, тогда я в состоянии с кем-то и делиться и переливаться в чью-то жизнь. За счет этого и живет церковь. За счет этого и живет церковь. Когда люди, они питаются и люди переливаются. Вопрос, если кто-то конспектирует, поставьте вопрос. Имею ли я сегодня в своей жизни слово веры? Как я принимаю это слово в своей жизни? Свою жизнь? И третий, отдаю ли я это слово? Говорю ли я, делюсь ли я этим словом с кем-то? Вопрос, Иисус Господь, кто сегодня в это верит? Кто верит в то, что Иисус Господь? Практически все, кто находится здесь. Как я это применяю в своей жизни? И вопрос, как я отдаю это, переливаю ли я это в чью-то другую жизнь? Переливаю ли я это в чью-то другую жизнь? Словом веры. Понятно всем? Ясно. Слава Господу. Потому это то, чем мы всегда ревнуем. Это то, почему мы заглядываем в слово. И когда на душе тоскливо взываешь к Богу, Господь, проговори, я нуждаюсь в твоем слове. Животвори мне свое слово. Я хочу, чтобы это слово веры, оно открыло передо мной, чтобы это слово, оно снарядило меня. Сколько людей, которых я встречал, которые получили для себя слово, радовались. Вау, Бог открыл мне мое призвание. Вау, Бог мне дал слово для моей жизни, чтобы я на этом. Я уже, знаете, как проще смотрю. Временами от чужих эмоций я не зажигаюсь на начало пути. все обычно радуются не от того, что ты стал на старт, а радуются от того, когда ты пересек финишную прямую. Я понимаю, что сегодня принять это, услышать это слово, это вопрос в том, что это слово растворить и жить. Бог открыл мне мое призвание, я живу в этом призвании, нигде не написано, кто-то найдет в Библии Владимир Дзюба, пастырь Господа Иисуса Христа. У кого в Библии там есть моя фамилия? Ни у кого. Но это то слово, которое пришло в мою жизнь. И теперь то, что я это слово растворил, и я живу этим словом. Поэтому возлюбленные, ревнуйте об откровении Божьем в вашу личную жизнь. Ревнуйте. Пусть это будет как свет в конце вашего туннеля. Молитесь за свои семьи, молитесь за своих детей, молитесь за своих мужей. Пусть ихнюю судьбу определяет Бог. На каждом есть пророческая благодать. Молитесь за свое будущее, молитесь за свою работу, за церковь молитесь, за служение молитесь. Пусть приходит слово веры, соответственно, которого вы будете потом жить. Потому что слово, оно всегда приходит не в обстоятельствах тьмы, не устройства, сокрушения. Это слово, оно приходит от Бога. Почему? Потому что оно выводит с этой тьмы, оно дает возможность выйти. Это как Неемия. Сидел, разливал вино, наливал, был виночерпием при царском дворце, и пришло к нему слово в том, что он должен восстанавливать эту стену. Написано, когда он услышал то, что разруха, все, внутри себя он сокрушился, даже плакал в депрессии, в депрессии, то есть современным таким языком, в депрессию даже попал, Боже, не устройство, там не устройство, взял пост, начал молиться Господь, и Бог дает ему слово, Бог дает ему направление, что необходимо делать и куда необходимо двигаться. Вот точно так же и сегодня питаемый, если сегодня в этом дне кто-то нуждался в бутерброде или в какой-то еде, пусть эта нужда, потребность приходит тоже в вашу жизнь, пусть это руководит, если ты хочешь быть добрым служителем, питаемым словом веры. Это то, что сегодня к нам должно приходить для того, чтобы изменялась наша жизнь, чтобы мы приносили жертву общению, общение, которое угодное Богу. Та, которая будет приятная Богу. Сегодня я общаюсь, приятно ли это Богу? Что с меня выходит как с верующего человека? Приятно ли это Богу? Чтобы не так встретились две тетки похаля-маля и все, все, мне так хорошо. Послушай, мы уже на другом уровне. То, кому мы должны угождать, мы должны угождать нашему Богу, нашему Богу приносить приятное. Слово веры, ревнуй. Следующий момент, что там написано? У кого стоит циферка два? Мы взяли курс на то, чтобы разбирать и вникать в Слово Божье. Добрым учением, аллилуйя. Доброе, это здравое. это здравое. Доброе, это здравое учение. Почему в церкви у нас библейский колледж? Почему? Для того, чтобы мы принимали учение. И вот здесь как два крыла духовности. Потому что первое и второе. когда люди духовитые и они не нуждаются в учении, нам все Бог откроет. И они потом в такие дебри залазят. Кроме черти они больше ничего не видят. Они знают, где какой бес, за кем. это 90-е годы, это начало 90-х годов, движения, которые были, и они периодически тоже эти волны приходят, духоманией, как один пастырь говорит, я вам выдаю, а вы ищите подтверждение в слове. И что самое интересное, многие люди приходят и слушают, а потом, я не знаю, дома ищут подтверждение в слове. Потому что если в церкви не проповедуется слово и не указывается на авторитет самого слова, послушайте, я больше всего уверен, что дома никто не будет исследовать и проверять. Потому что если исследовать, уже давно прозошлись бы. Уже давно прозошлись бы, нам не надо эта церковь. Потому что сам неизвестно, куда идёт, и неизвестно, куда нам заведёт. И вопрос в том, что освободит ли от порчи, но точно порчу наведёт. Две крайности. Вот здесь необходимо то, что сделать. Две реки соединить в своей жизни. Откровение и следующее доброе учение. Хорошее учение. Для нас, людей Нового Завета, тех, кто в Новом Завете, у нас доброе учение, которое всё приходит через крест Иисуса. Всё. Иисус изменил жизнь. Он поставил стену. Если ты веришь в Меня, в Ветхий Завет не стоит ходить. Всё, ты живёшь в Новом Завете. Я с одним братом общался, он говорит, вот Бог мне дал такое откровение, а потом начал его проверять, оно не соответствует. Я говорю, так кто дал? Вопрос в том, да, то есть есть вещи, почему написано, не всякому духу верьте, но проверяйте, если это не вписывается в рамки критериев доброго учения, почему здесь, и он говорит, доброе учение, здравое, хорошее учение. что церковь, она всегда ездила и будет ездить сюда, туда, туда, сюда, туда, сюда, то обрезаться, то подшиваться, то ещё что-то, то вот такие вещи, почему, потому что должны держаться, да, есть откровение, и мы не отвергаем, некоторые отвергли, всё, Бог вот это вот сказал, и всё, теперь, всё, мы не дополняем до Слова Божьего, но я верю, что и сегодня Дух Божий, Он животворит это Слово, Он приносит и сегодня руководство в нашу жизнь, через откровение своего Слова, через общение, которое мы имеем во свете, которое мы имеем, даже через сны, некоторые сны, даже Бог во снах проговаривает какие-то вещи, не всегда сны от Бога, но есть сны, которые точно будешь знать, что они от Бога, а каким образом ты узнаешь, когда ты пропускаешь это через, всё через крест, потому что, допустим, взять, у кого есть фальшивых 100 гривен с собой? Фотокопия, слава Богу, вы не носите, да? Но вы все знаете, как выглядят нормальные 100 гривен, особенно, если вы продавец, если вы на кассе, у вас даже приборчик есть как проверять, оп, что? Правильно, я смотрю, когда там даю какие-то деньги продавщица, приборчик у него, раз, светом, просветила, всё, нормально, сдачу дала. Мудро, хорошо, вот точно так же и у нас сегодня, в нашей жизни, точно так же есть вещи, которые, в которых мы должны испытывать. Для нас это откровение об Иисусе, соответствует ли это кресту, подходит ли это. Почему? Потому что всегда будут кормить. Вы сосиски ещё кушаете? Там написано сосиски, мясные, но послушайте, только написано. А потом, как оказалось, мяса нету. Я говорю, я уже давно их не ем, эти сосиски. А потом вопрос, я с одним общаться, а не соевая? Он говорит, послушай, соя сейчас тоже дорогая. Говорю, а что тогда в этих сосисках? Ну, ещё в наши времена там конечности разные были в сосисках. А сегодня? И ты уже понимаешь, стоп, ну что я буду в туалетную бумагу? Если уже крабберитаки в туалетную бумагу, и дешевле, и натуральные уже, не без никаких БГБ. Точно без ГМУ? Мудро, правда? Мудро, но ты понимаешь, мудро. Ты понимаешь, мы все за здоровое питание. Мудро. А вот то, что касается духовности, я после сессии с одним пастрем, киевский пастр, я думаю, может когда-то я приглашу молодой. Мы ещё были когда во Флоренции, он приходил к нам на служение. Говорит, я пару раз приходил к вам на служение. И он делится, думаю, Боже, когда это было? Сегодня он уже пастр. Мы так общались всю эту неделю просто, ну, ходили, разговаривали, разные вопросы поднимали там то, 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 как служителям. И он говорит, раньше было проще. Раньше то, чем люди пользовались, пользовались книгами. И ты пришёл, как пастр, ты посмотрел, ага, это ГМО, с ГМО, убрать её со стола. Это вообще ешек много, убрать её не соответствует, потому что книг много, кто-то пишет от ума, кто-то от чего, от своих каких-то переживаний. И говорит, ты можно было контролировать, чтобы людей держать в здравости, что ни один пастух не будет кормить своих овец, чтобы они потравились и умерли. Говорит, сейчас, говорит, когда ты смотришь, ты поражаешься. Там где-то пошли наелись, ещё плюс этот интернет, говорит, там чего-то насмотрелись и потом гром и молнию выдают. Говорит, нереально. Нереально. Почему? Потому что нет понимания того, что должно быть здраво. Если это, ну, слушай, это же с телевизора говорят. Это христианский канал. Я один христианский канал, я уже год его, наверное, не смотрю, а то и больше. Я обычно собираюсь на служение и кушаю, и сидел, смотрел. Я смотрел, слушал, 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 а потом встал и думал, вот это гонит. Я после этого все, даже чук, все думаю, да не хочу, зачем мне травить самого себя и потом сидеть и возмущаться, быть недовольным. Апостол Павел определил, Бог через него определил. Хочешь быть добрым служителем, питайся словом откровения и питайся здравым учением, что можно сидеть, мониторить, слушать, а потом сидеть и возмущаться. Вот, что происходит. Так что, что-то новое, ничего нового. Первый стиль сказал, многие отступят от веры, внимая духом обольстителем, начинают бесы кормить. На что тогда можно претендовать? Все. 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 Проблема. Потому что это даже не в том, что дьявол будет пытаться переубедить. Дьяволу достаточно извратить саму истину. Вот этого достаточно. Просто извратить саму истину. Исковеркать ее. И извратить, это всегда уничижить крест Иисуса. Уничижить вот эту вот жертву. Вот уничижить. Сделать ее незначительной. Меньше. Ну, Иисус еще не доплатил. Ему еще надо будет раз сходить на крест. Вот еще. По-моему, прошлую субботу, когда я проповедовал хороший такой пример солью. Кого не было, можете посмотреть эту проповедь. Первая Тимофея, четвертая голова. Итак, первая мысль, первый закон. Мы о нем поговорили. Наполняйся и смотри то, чем ты наполняешься. Наполняйся. Негодных же и бабьих сплетень отвращайся. Слово отвращайся. Кто из вас испытывает брезгливость к чему-то? Есть какие-то вещи, где вы испытываете брезгливость? Чувство всем это знакомо, да? Я не буду спрашивать, кто в чем испытывает. Моя цель это то, чтобы вызвать у вас ассоциацию, чтобы понять вот это слово отвращайся. Вот здесь слово это испытывай брезгливость. Но испытывать брезгливость к чему? Тоже две вещи. Первое. Кто найдет? О чем апостол Павел говорит? Первое. От чего отвращайся? Ну вы сразу за бабьи басни взяли. Есть еще что-то? Что? Негодных и бабьих басен. То есть две вещи. Негодные. Что такое негодные? Это все то, что не созидает нашу веру. Это когда у вас проблема со здоровьем, вы приходите к врачу, а врач говорит, послушайте, вашу проблему можно, вам можно помочь. Каким образом? Всего лишь навсего исправьте свое питание. Начните перестаньте кушать сосиски. Почему? Потому что они вас разрушают. Или там то-то, что-то исключить. И вот как раз негодно это все то, что не созидает нашу веру во Христа. Не созидает нашу веру в могущество Бога. Что некоторые допроповедовались до того, что уже дьявол имеет такую власть, уже так оккупировал эту землю, что уже все. И одно только живут одним, вычисляя, где какой бес, на какой улице стоит. Сферы влияния, что дьявол вычислили все. Слава Богу, через это тоже прошли. Потому что всякий раз, когда ты акцентируешь свою веру на бесов, послушай, твоя вера, она уменьшается в твоего Господа. Всякий раз, когда ты акцентируешь свое внимание на познание Иисуса, вот почему апостол Павел сказал, для меня все мусор. Ради одного, ради одного, превосходства познания Господа Иисуса Христа. В этом здравость. На этом строится церковь. Эту тему негодных вещей, их можно разворачивать, 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 но вопрос в том, что когда выяснили, то, что не созидает, то, что не созидает, послушайте, пусть в отношении этого вырабатывается брызгливость, брызгливое состояние. Кто-то борется с похотью, но эротические фильмы не перестает смотреть. Дьявол такой сильный, меня так атакуют. Послушай, перестань кормить себя порнографией и другими вещами. Кто-то смотрит фильмы ужаса или еще какие-то вещи, ты потом не удивляйся, что они к тебе будут потом ночью являться. Все потом придут, когтями стучат и зубами скажут, ого, духовный мир уже открылся. Вот почему есть вещи, которые не созидают нашу веру. Послушайте, удаляйтесь. Почему? Потому что все то, что не созидает нашу веру, оно как магнит, оно притягивает. Оно втягивает. Ага, ну да, 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 да. А ну в чем они там заблудились? Ага, да, 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 ага. А потом ты уже смотришь, ты уже среди них. Ну и уже много. Да, много. Будет много. К сожалению, будет много. Что некоторые проверяют церковь? Правильно. Если там много людей, это правильная церковь. Хорошо. Хорошо. Уже есть вещи, о которых мы можем говорить. Сколько людей заложило своих квартир и их побуждали при этом в большом собрании? и некоторые до сих пор борются. Сколько людей потеряло свои деньги, но при этом им не говорили тайну на ухо, а им говорили в большом собрании. Поэтому сегодня большое собрание это еще не мерило того, что там говорят правду и говорят все правильные вещи. Ну их же там много. Хорошо. Временами может 10 человек будут собираться, но там будет звучать истина. У Иисуса было всего лишь церковь 12 человек. И что самое интересное, в Израиле тоже большие были собрания. И когда Иисус приходил на эти большие собрания, он брал боток, кнут и туда врывался, начинал переворачивать их столы и всех остальных стягать ботогом. Парадокс. Казалось бы, вот почему есть необходимость питаться словом веры и добрым учением, для того, чтобы ты мог различить, а что такое негодное, что такое грязь, что это такое. Потому что, когда я говорю, это то, что не созидает твою веру, это даже образное выражение. образно звучит. И бабьих басень. Бабьи басни, уже всем известно, что такое бабьи басни. Давайте мы сначала посмотрим в историческом контексте, для того, чтобы можно было переместить уже к этому времени. в то время женщины, они не имели возможности иметь образование. Поэтому все сёстры сказали спасибо тебе Иисус. Потому что сегодня женщины могут иметь образование. Почему даже апостол Павел, имея воздействие этой культуры, говорил, женщина что делает? Молчит. Почему? Потому что у них всегда у женщины есть вопрос. говорит, учитесь у мужей. Когда ты читаешь полностью, ты понимаешь, чем были вызваны эти разговоры. Они не учили, они хотели знать. Поэтому, говорит, послушай, учись у мужей. Потому что мужчина, мужчина, он имел такую привилегию, он должен был учиться. И это то, что делали мужчины. Воспитывали и учили. Они были сведущие, они были пастырями в своих домах, в своих семьях. Когда еврейская семья садилась делать какой-то праздник, мужчина был во главе стола. То есть, он руководил всем, пасхальным служением, другими. Почему? Потому что он был научен. А женщина, она была ограничена, то есть, ее роль была ограничена. Она давно была учиться уму. Если есть какой-то вопрос, пожалуйста, садись дома, и пусть тебе муж учит. Пусть это происходит. И, естественно, то, когда кто-то недоучился, потому что множество проблем, множество проблем от того, что люди недоучились. Даже когда ты, допустим, изучаешь какие-то движения, движения, там, яговистов, еще других, это от того, что люди недоучились. И всегда, когда недоучаются, они придумывают что-то новое. Они изобретают что-то новое. Хотя уже все изобретено, Иисус сказал, я вам дал велосипед, и теперь катайтесь на этом. Они не, мы модернизируем, мы что-то модернизируем, мы поможем Богу. И вот женщины то, что делали, они от того, что не имели возможности учиться, их жизни обрастали баснями. На чем-то это как, ой, у меня тут болыть, я сейчас переведу, у меня тут болыть, послушай, я тут капустный лист положила, и все нормально было. Капустный лист положил, все равно болыть, странно. А кто-то странно, вот тут болыть, это у моей тетки перед смертью вот тут тоже так колола. И все, и пошла, и пошла, 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 пошли строить свою веру, свою жизнь. А сказала бабка, а там вот это. И вот то, что христианство, когда нету здравого учения, оно начинает вот этими бабскими баснями начинает обрастать, и люди начинают строить на этом свою веру. Послушай, а я вот так молилась, вот так руки поднимала. Да на меня так сошел. Ой, послушай, ау, вот там в той церкви там такое движение, надо туда идти. Почему? Меня там так трясло. Все, и уже вопрос в том, что не на учении, а на каких-то переживаниях начинают, начинают, и сколько людей, которые отошли просто от веры во Христа Иисуса. Даже служителя, и ты хочешь сказать, послушай, возлюбите чистое словесное молоко, не бабьи басни. Там за кого-то помолились, кого-то попустило, все, а как они, ага, то, потому что, ага, потому что сейчас движение, это разрушение родовых проклятий. Боже мой. Это просто, я понимаю, что я в церкви об этом не говорю, но я вынужден сказать, имейте голову. Кто-то сказал, там их много. Потому что у некоторых, знаете, как, я прошу прощения, может, я кого-то зацеплю, я кого-то задену, но это в любви. Вера, как у моего десятилетнего племянника, я вам сейчас расскажу историю одну, бабью басню возьмите к себе на вооружение, но это история. Как-то племянник мой приехал, ну, к моей маме, к бабушке и пошел в церковь на служение. И со служением возвращается с собакой. Ну, и собаку идет сам домой, и собаку ведет домой, а у моей мамы собаки, то есть, это табу, чисто, все, то есть, никакой шерсти. Вот он эту собаку тащит, там, куда ты, куда ты? Она на нее смотрит и говорит, бабушка, она же верующая. Она все служение в церкви просидела. И вот проблема в том, что вот даже у некоторых отношение такое, если человек пришел в церковь, считает, что он верующий. Он же год ходил в церковь. Нет. Вопрос веры это вопрос намного глубже. Вопрос веры это вопрос отношения со Христом. Даже не контакт с самой церковью. Это контакт с самим Богом. Это контакт даже с самим Богом. Поэтому, когда начинают разрушать какие-то родовые проклятия, ну, послушайте, это в жизни верующих людей это хорошо, кто-то разрушает, я его понимаю. но вопрос в том, когда верующие идут на то, чтобы им над ними разрушали родовое проклятие. Послушайте, духовный мир движется верой. Это закономерность. Это движение веры. И вопрос в том, когда тебя учат и убеждают тебя в том, что у тебя есть наследственное проклятие, это вопрос твоей веры. Это уже не разрушение проклятия, а это наложение порчи. Порчи это нарушение целостности человека. Вот почему должно быть здравое учение, которое должно созидать веру в Иисуса Христа. Потому понимаешь, что если кто-то бегает на эти служения, подходите, я за вас помолюсь, я освобожу вас от этой порчи, которую накладывают на вас. это порча, которая накладывает, потому что твоя вера в то, во что ты веришь. Иисус, Иисус, Он приносит через Своё Слово, и Он освобождает, Он созидает внутри нас правильную веру. А когда начинает к каким-то вещам привязывать у меня, ой, я несчастный, потому что у меня отец пил, там или ещё что-то. Послушайте, это бабьи басни, которым испытываете просто отвращение. Почему людям это нравится? Первая причина. Люди ленивые по своей натуре. Природа Адама, ты мне дал Еву, поэтому я не виноват. Она до сих пор проклёвывается в каждом человеке. Поэтому кто виноват? моих проблем не моя лень, мой батька и кивпыв или моя бабушка, которая ходила там к кому-то. Послушайте, крест Иисуса это почему такие учения, то, что они делают, они демонизируют людей. Как только слышишь две вещи, кто-то начинает рассказывать об роде, какой бес или там ещё что-то, берите свою Библию, разворачивайтесь и уходите. Сладко. Кажется, это тайное знание, они знают что-то, то, чего я не знаю. Они сами не знают, о чём они говорят. Потому что каждого из них поставить, тот, кто проповедует, поставить их, и с них надо беса выгонять. К сожалению, так. Да? я думаю, что вы меня не перестали любить. Потому что это моя часть, потому что некоторые говорят, Адам, не, говорю. Вопрос в том, что я должен говорить, а у людей есть свобода выбора. Вопрос в том, что все эти движения, они имеют конец. А чем заканчиваются? Первое, это всплеск радости, эмоций. Я что-то услышал тайное. Следующий этап, это депрессия. Почему? Потому что в моей жизни не действует. И третье, это для слабых, дурдом или самоубийство. К сожалению. Почему? Потому что когда ты слышишь о проклятиях в жизни верующих людей, рано или поздно, ты задашься этим вопросом, стоп, что-то видать у меня есть. И ты начинаешь отодвигать, уничижать крест Иисуса. Ты его отодвигаешь. Ты отодвигаешь силу креста Иисуса. Апостол говорит, для нас это сила ко спасению. Это сила ко спасению. Поэтому я знаю, что есть друзья бегают. Бегайте. Вопрос в том, что овцы слышат голос пастыря. Кто бегает? Это не мои овцы. это чужие овцы. Потом, когда депрессия, пройдет полгода, год, депрессия, угнетение. Почему? Я знаю, через это прошли. Это ничего нового нет. Это ничего нового абсолютно нет. Все старое. Поэтому отвращайтесь. Кто меня слышит? Отвращайся. Отвращайся. Вот я поем сыт на такая пища. Послушай. Еще Кеннет Хейген это движение внес, потом за это покаялся, потому что то, что я заметил, освобождаются тех, кто освобождаются. Прошлую субботу с них бесов гнали, потом следующий воскресенье опять бесов. И по кругу пошли, 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 пошли. И гоняет. А потом стоп, что-то какого-то ненормального. А потом понимание к нему пришло. Во Христе. Он говорит, несколько лет учил церковь. Во Христе. Во Христе. Во Христе. Во Христе. Во Христе. Ты во Христе. Если ты со Христом, если ты во Христе. Потому что только Иисус разрушает проклятие. А как Он разрушает? Через покаяние. Вот и все. Вы меня освободите, но я жизнь менять не буду. вопрос стоит твоей веры. Так, отвращаемся, но к чему? Чего вы так притихли? Чего в партнеры попали, да? Давайте, давайте. Партнерствуйте. потом только не обижайтесь и не плачьте. Любой это Кхеген тоже сказал, как только в церкви говорят больше о деньгах, чем положено, берите Библию, убегайте с этой церкви. В этой церкви будущего нет. Поэтому есть то, что Бог определил. Я понимаю, что может хочется больше какие-то проблемы, но вопрос сферы. Помогите мне. Некоторые помогите мне. Послушай, если Бог определил, тогда и устроил. Бог тебе открыл, Бог тогда и устроил. Есть церковь, есть то, что Бог определил, не больше. Есть то, что Бог определил, и не больше. Почему я в церкви сказал, не больше пяти минут? Говорить вообще за пожертвование. Потому что это дело добровое. Это не выбивание, не вымогание денег. Это слава Богу, что сегодня это движение и реагируют и пятидесятники, и харизматические, и баптисты это само собой. Реагируют, говорят, все, это движение, это антихристианское движение. Нет, все то, что не является здравым, то, что делает, оно приводит человека к духовной зависимости. Знаете, от кого? Прежде всего, от того, кто это говорит. Да? Оно приводит от зависимости, от организации, в которую ты ходишь. И вопрос, уже ты независимый от Христа, ты зависимый, от чего попал и от кого попал. Поэтому храните свои сердца. Не доверяйте. Добро пожаловать, то есть, кому вы доверяете, там, где вы хотите быть. Аминь. Следующий момент, отвращайся. Следующий момент. Практикуй. Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имей обетование жизни, настоящее и будущее. А упражняй себя в чем? В чем? В благочестии. Есть взаимосвязь с питанием. Словом веры и здравым учением. Есть взаимосвязь. Ты никогда не сможешь себя упражнять в благочестии, если у тебя не будет здравого питания. Истинной, Словом Божьим. Знаете, почему? Потому что благочестие, оно очень богато по своему пониманию, это слово. Но я вот выражу его такой мыслью. Благочестие это подражание Иисусу Христу. Первое, в мышлении. Второе, в поступках. Третье, в жизни. Вот это есть благочестие. Упражняй себя. Упражняй. Это незаконченный процесс, который растянется на всю нашу жизнь. Говорит апостол Павел, физическое упражнение, он делает сравнение, оно мало полезно. Я с ним понял, но оно мало полезно. Но благочестие, оно будет полезно всегда. И вот как раз почему он делает это сравнение. Кто-то из вас занимался спортом? Или кто делает зарядку? Есть некоторые делают зарядку. Это процесс. Вот точно так же и благочестие в нашей жизни мы упражняться. Это тоже наш процесс. Если кто-то, допустим, поднимает какие-то тяжести, он поднимает вначале там 10 килограмм, 20 килограмм, 30 килограмм, 40 килограмм, потом я 50 килограмм поднял! А через время что? Вот точно так же и наше благочестие, когда мы упражняем себя в том, чтобы мыслить как Иисус. А как Иисус бы мыслил, думал в данной ситуации? А как бы он поступал в данной ситуации? У нас есть наш чемпион, на которого мы равняемся, которому мы подражаем. Это наш Иисус. Как бы он себя ввел? Когда ты смотришь на его посвящение, почему Иисус родился, для того, чтобы нам оставить пример для нашей жизни. И мы смотрим на Него. Это то, в ком мы возрастаем. В послании в Фессианах написано, что мы возрастаем в полноту возраста кого? Христа. Христа. Если до какого-то момента, может, ты смотришь на людей, как они поступают, как они себя ведут, если их жизнь благочестивая, ты подражаешь им, то момент приходит, когда Иисус все равно заставит и скажет, смотри на Меня. Смотри на Меня. Подражай Мне. С этого мы черпаем для себя силу. Когда мы питаемся, мы черпаем для себя силу для того, чтобы служить. Чтобы Иисус сказал в данной ситуации, в данный момент проблеме, которая есть. Чтобы Иисус сказал человеку жизнь, который только пришел на путь. Чтобы Он сказал. А чтобы Он сказал. И ты понимаешь, что есть необходимость. В чем? Правильно. В том, чтобы питаться. Вот поэтому, когда нету питания, кроме каля-маля, каля-маля, ничего нету, ничего не выходит. А когда есть здравое питание, когда ты принимаешь слово откровения, когда ты встречаешь чью-то жизнь, как Иисус приходил, кто-то смотрит на свою жизнь, все, потеряны. А ты понимаешь, ты приходишь в его жизнь и говоришь, послушай, Бог всемогущий, Он в состоянии восстановить, Он в состоянии исцелить, Он в состоянии тебя благословить. Почему? Потому что это внутри меня уже растворит, я уже этим живу. Это то, чтобы Иисус сказал. Когда я смотрю на историю Лазаря, насколько наш Бог великий, Иван Леотеана, 11 глава, когда Иисус пришел, говорят, послушай, уже все, запечатали, уже три дня во гробе. Говорит, отваливайте, камень. Лазарь, выходи! И ты понимаешь, нету ограничений. Это то, в чем мы должны возрастать. Вот почему, когда наша жизнь, она становится заземленной, когда кроме телесериалов про бедную Марию или еще про кого-то, к нам ничего не попадает, в наши сердца ничего не попадает, мы не в состоянии ничего дать, с нас ничего не выходит. И мы приземленные. А что мы можем поговорить? Это Матрица, христианский фильм или нет? Я помню, один служитель выдал мне такое. Там такая глубина. Думаю, пойду я посмотрю, что там за глубина. На чем люди голову ломают? Какая глубина? В общественном туалете глубина, глубину измеряют. Послушай, Бог дал то, что несет жизнь, на самом деле то, что несет жизнь, его истина, это то, чем мы должны наполняться и то, чем должны переливаться, то, что должны принимать. Я понимаю, что некоторые, как непослушные дети, их ложечкой кормишь, а не ухо, то ухо подставят, то еще что-то. Нет, нет, не хочу, не хочу, не хочу. Наберитесь терпения. Наберитесь терпения в отношении и ихней жизни. Может, через ухо лучше дойдем. Кормите. Вот поэтому апостол Павел, внушай это братьям. Говори и следуй. Говори и следуй. Внушай это братьям. Будешь добрым служителем Иисуса Христа, питаемым словом веры и добрым учением, которому ты что? Последовал. Поэтому говори и делай. Время придет, когда тоже присоединяются к твоим словам и начнут делать то, что надо делать. Некоторым надо побегать, поупражняться и еще до конца пропитаться, понять, что грех он пагубный. А потом уже когда прижмет, а что теперь делать? Мы скажем веровать в нашего Господа Иисуса Христа. Спасешься ты и весь твой дом. Ну что сделаешь? Мы не в силе. Но наше дело внушай. Что некоторые начинают рассматривать ой Боже какой мир злой, как теперь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Послушай, это было и это будет. Наше дело совсем в другом утверждаться и углубляться. Аминь. Преклоним голову. Три закона. Наполняйся. Второй отвращайся. И третий. Правильно. Практикуй. Практикуй. Хочешь быстро бегать? Начинай с ходьбы. Практикуй. Отец, благодарю тебя за возможность, которую ты дал сегодня говорить к твоей церкви. И я молю, я прошу тебя, благослови каждого присутствующего. Пусть твоя рука, твоя милость Божия, она будет пребывать. Господь, храни свою церковь. Вразумляй святый в своей милости, в своей любви. В это время, Господь, оберегай святых во имя Иисуса. И весь народ доскажет Аминь. Слава Господу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова